Великий император Вы научитесь сравнивать чувства, поведение главных героев в различных ситуациях. Прочитайте пословицу. Объясните, как пословица связана с темой раздела. «Без дела жить, только небо коптить». «Без дела жить» — бессмысленно тратить свое время, проживать свою жизнь впустую. Каждый человек должен заниматься своим делом, чтобы развиваться и быть полезным обществу. Какую роль в жизни людей играют выдающиеся личности? Много знаменитых людей, гениев внесли огромный вклад в развитие всего общества, изменили нашу жизнь к лучшему. Благодаря им появились научные открытия, новые реформы и направления в искусстве. Это личности, изменившие ход истории. На прошлом уроке Вы познакомились с автором книг о жизни замечательных детей Валерием Михайловичем Воскобойниковым, автором исторических биографий для детей и взрослых. Сегодня Вы узнаете еще об одном герое из произведений Воскобойникова, который также сыграл огромную роль в развитии своего государства. Откройте учебник на странице 80. Прочитаем текст, который называется «Когда царь Петр был маленьким». Определите главную мысль произведения. Когда Петр Великий был маленьким, он уже был царем. Он сделался им в 10 лет. Правда, царствование его было сначала немного странным, потому что царствовал он пополам со старшим братом Иоанном. Для них сделали специальный двойной серебряный трон с высокой спинкой. Когда приезжали иностранные послы, цари принимали их в Кремле, в приемной палате. Стены палаты были обиты дорогими турецкими коврами. Иностранное посольство торжественно входило в палату и медленно приближалось к серебряному трону, сделанному как бы из двух кресел. На креслах в роскошных царских убранствах сидели рядышком два русских царя – Иоанн и Петр. Назовите героев произведения. Что Вы узнали о маленьком царе? Герои произведения – Иоанн и Петр. Петр Великий был царем уже в 10 лет, но царствовал он пополам со своим старшим братом Иоанном. Прочитаем дальше текст и узнаем, какими были цари. Старший брат Петра Иоанн был от рождения болен. Он плохо видел, невнятно говорил, и многие считали его слабоумным. А Петр был еще маленьким, поэтому за высокой спинкой трона прятались взрослые бояре. Они подсказывали, какие слова нужно царям произносить и что делать, когда вставать, когда на поклон отвечать, какие послам вопросы задавать. Послы удивлялись, насколько были непохожи два брата царя. Иоанн сидел на троне неподвижно, нахлобучив шапку на глаза и глядя в пол. Ему было ничего неинтересно, да он и видел-то плохо. По-видимому, он мечтал, чтобы скорее закончился торжественный прием, и его отпустили в свой дворец. Младший же Петр, наоборот, смотрел на всех с интересом. Он был очень красивым, живым мальчиком. И когда послы вручали верительную грамоту, царям полагалось встать в одно и то же время, приподнять шапки и спросить о здоровье иностранного короля. Как раз это и подсказывали взрослые бояре из-за спинки трона. Они-то уж хорошо знали дворцовый этикет. Услышав подсказку, Иоанн долго соображал, что надо делать. Петр же раньше подсказки сам вскакивал с места, сам приподнимал шапку и спрашивал с улыбкой. «Его королевское величество, брат наш Карлус Свейский, здоров ли?» «Этот человек, обнаруживающий таланты с ранних лет, должен прославить Россию», – докладывали послы своим королям. В тексте встретились незнакомые слова. «Боярин», «крупный землевладелец», «верительная грамота», «документ», «удостоверяющий назначение лица дипломатическим представителям в другой стране». Какая главная мысль этого произведения? «Этот человек, обнаруживающий таланты с ранних лет, должен прославить Россию». Для того, чтобы определить ключевые моменты в тексте, ответьте на открытые вопросы по содержанию. Старший брат Петра Иоанн был от рождения болен. Он плохо видел, невнятно говорил, и многие считали его слабоумным. Для чего бояре прятались за спинкой трона? Они подсказывали, какие слова нужно царям произносить и что делать, когда вставать, когда на поклон отвечать, какие послам вопросы задавать. Как приветствовали послы молодых царей? Послы вручали верительную грамоту, сообщая, с какой целью приехали в страну, рассказывая, что нового и интересного у них произошло. Какое событие описывает автор в произведении? Прием иностранных послов в Кремле. Из текста подберите слова и выражения, которые помогут охарактеризовать героев. Заполните таблицу. Описание внешности. Иоанн был от рождения болен, плохо видел, считали слабоумным. Петр был еще маленьким, красивым, живым. Поведение. Иоанн сидел неподвижно, глядя в пол. Младший же Петр, наоборот, смотрел на всех с интересом. Поступки. Иоанн долго соображал, что надо делать. Петр вскакивал с места раньше подсказки. Чувство переживания. Иоанн мечтал поскорее уйти. Было ничего неинтересно. Младшему все было интересно. Мысль, речь. Иоанн невнятно говорил. Петр спрашивал с улыбкой. По таблице мы видим, что братья были абсолютно разные. Единственное, что их объединяло, это то, что они были царями своего государства. Прочитаем интересные факты из жизни Петра Первого в учебнике на странице 82. Подумайте, почему его считают выдающейся личностью. Постройте свое высказывание. Из Голландии Петр Первый привез много интересных вещей в Россию. Среди них тюльпаны. Царь был настолько очарован растущими в дворцовых садах растениями, что приказал выращивать заморские цветы в своих садах. Благодаря Петру Первому в Россию попал картофель. Петр Первый прислал из Голландии мешок картофельных клубней и приказал, чтобы его выращивали. Привычные нам коньки с намертво прикрепленными к подошве полозьями изобрел Петр Первый, находившийся в Голландии по корабельным делам и увлекшийся катанием по льду. Петр освоил за свою жизнь множество ремесел. Он научился кораблестроению, навигации, изготовлению часов, брал уроки рисования и граверного дела, учился изготавливать бумагу, осваивал ремесло плотника, каменщика, садовника, а также практиковался в хирургии. Постройте свое высказывание о том, почему Петр Первый был выдающейся личностью. Петр Первый отлично разбирался во многих вещах, освоил множество ремесел, Все новое и интересное привозил в Россию. Он много повидал и многому научился. Сам и учил других. После завершения урока найдите информацию о Великих Императорах в разных источниках и подготовьтесь к выступлению по этой теме. Подводим итоги. Сегодня вы научились определять ключевые моменты, отвечая на открытые вопросы. Узнали, что сравнивать чувство поведения главных героев в различных ситуациях можно с помощью слов и выражений из текста. Наш урок подошел к концу. Учитесь, читайте, познавайте новое. Если вы будете трудиться, то вас ждет большое будущее. Я прощаюсь с вами. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова